МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жара сменилась дождями. В Сочи продолжает действовать предупреждение об ухудшении погоды. Что сейчас под запретом и как скоро его снимут. Состояние подъездных путей, входных групп, наличие освещения, подходы к избирательным участкам. В Сочи готовятся к выборам в ГСС. Когда они пройдут и где. Кадры как из боевика. Что на самом деле произошло на пляже в Лазаревском районе? Об этом и других происшествиях расскажем в сводке ЧП. Ну а начнем с сообщения о погоде. Жара на курорте сменилась на дожди. На побережье пришли два атмосферных фронта, которые принесли сильный ветер и дождь. В городе продолжает действовать предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным МЧС, до конца суток 29 июля ожидаются ливни с грозами. Град, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. На реках вероятны подъемы уровней воды. Над морем имеется опасность формирования смерчей. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Всем жителям и гостям города Сочи отказаться от пребывания в прибрежных зонах рек, а также моря. Не оставлять автомобили под незакрепленными конструкциями, а также деревьями. В случае необходимости звонить на телефон 112. На федеральной территории Сириус также режим повышенной опасности из-за непогоды. На море ожидаются штормы до 5 баллов. Об этом говорили в администрации Сочи на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которую провел заместитель главы города Вадим Снегирев. Самое главное – оповещение на пляжах тех отдыхающих, которые на них находятся, и жесткая постановка задачи ЧОПам, которые пляжи охраняют, в части того, чтобы на пляжных территориях никого не было. Подготовка пунктов временного размещения с целью готовности принять пострадавших при возникновении чрезвычайной ситуации. Это касается всех районов. В режим повышенной готовности переведены спасатели МЧС и силовики. По данным синоптиков, непогода принесет с собой также понижение температуры воздуха, но уже к выходным дожди прекратятся, а столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. В Сочи идет подготовка избирательных участков для голосования на дополнительных выборах депутатов ГСС. Они пройдут на курорте 9 и 10 сентября. Голосование состоится на 151-м избирательном участке. В настоящее время рабочие группы, созданные в каждом внутригородском районе курорта, приступили к комплексному обследованию избирательных участков. В состав групп входят сотрудники правоохранительных органов МЧС, Росгвардия, а также представители администрации и избирательных комиссий. В ходе проверки избирательных участков проводится мониторинг состояния подъездных путей, наличие освещения, подходы, подъездные пути к избирательным участкам. Всего будет у нас задействовано, как я уже сказала, 151 избирательный участок. В голосовании смогут принять более 250 тысяч избирателей города Сочи. Сотрудники районных администраций во взаимодействии с сотрудниками МЧС проверяют наличие необходимого противопожарного оборудования, эвакуационных выходов, уровень подготовки членов участковых комиссий в сфере пожарной безопасности. С руководством учреждений, организаций, где расположены помещения для голосования, прорабатываются алгоритмы действий по предотвращению нештатных ситуаций. По результатам обследования составляются паспорта готовности избирательных участков. Итоговую приемку участки будут проходить в последней неделе перед голосованием. В аэропорту Сочи с начала курортного сезона продолжается фиксироваться рост пассажиропотока и количество международных авиарейсов. Так, в июле таможенную границу пересекли порядка 90 тысяч пассажиров. Такие данные привели в таможенном посту аэропорт Сочи. Это на 20% больше по сравнению с маем. Наиболее популярными международными направлениями продолжают оставаться Турция и ОАЭ. Увеличилось количество авиарейсов в государства-члены ЕАЭС, например, в Армению. Только за минувшие выходные на прибытие и убытие оформлено 77 международных авиарейсов. Таможенный контроль прошли более 8 тысяч пассажиров, проверено около 80 тонн багажа. Для ускорения таможенных операций и удобства пассажиров осмотр багажа осуществляется до его выдачи с помощью рентгенотелевизионной техники. Чаще всего из-за рубежа туристы везут сувенирную продукцию, одежду и парфюмерию. В целях обеспечения безопасности, исключения провоза запрещенных предметов, ручная кладь и багаж проходит тщательный таможенный контроль. Так, только с начала года возбуждено 297 дел об административных правонарушениях, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Сочи прошли командно-штабные учения с Кавказским заповедником по ликвидации последствий ЧАЭС природного характера. Впервые на одном из учебных мест использовали помпу для подачи воды из реки. Учения на территории Кавказского биосферного заповедника прошли с участием представителей муниципальной службы спасения Южного регионального поисково-спасательного отряда «Кубань-Спас», 10-го поисково-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы, Скорой помощи, МУП «Сочи-Автотранс», Росгвардии, Служб ЖКХ. Всего было задействовано более 60 человек и 14 единиц техники. Сегодня мы провели командно-штабное учение с Кавказским биосферным заповедником по теме действия сил и средств муниципального Зинаерства ЧАЭС по ликвидации лесного пожара. В ходе учения были отработаны несколько учебных вопросов. Это прежде всего тушение самого пожара, второе – ликвидация отравившегося газом. А также мы впервые использовали одним из учебных мест – это подача воды из реки с помощью помпы. Напомню, подобные учения и тренировки по отработке навыков ликвидации последствий ЧАЭС техногенного и природного характера проходят в Сочи регулярно. Минувшие сутки не обошлись без происшествий. О некоторых из них расскажем в традиционной сводке ЧП. В Лазаревском районе Сочи госавтоинспекторы устроили погоню за автобусом «Хёнде», водитель которого проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке. Его всё же догнали. В салоне находились 18 детей, которые следовали на железнодорожный вокзал. Установлено, что ранее нарушитель пытался пройти техосмотр, в ходе которого был выявлен ряд проблем, таких как неисправность тормозной системы, аварийных выходов, световых приборов, а также разный рисунок протектора резины на задней оси. В отношении водителя автобуса составлено пять административных материалов. В Сочи полицейские по горячим следам задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя, который прямо под камерами видеонаблюдения похитил телефон у мужчины, уснувшего в парке на лавочке. О пропаже сотового стоимостью 9 тысяч рублей в отдел полиции сообщил местный житель. Установлено, что пока заявитель спал, к нему подошёл неизвестный, достал из его кармана смартфон и хотел уйти. Но в этот момент его остановил прохожий и отговорил от совершения кражи, убедил вернуть сотовый телефон владельцу. А когда несостоявшийся правонарушитель ушёл, мужчина сам забрал чужое средство связи и покинул место происшествия. Злоумышленника оперативно задержали. Похищенный сотовый телефон изъят и передан владельцу, возбуждено уголовное дело, рецидивист заключён под стражу. В Солониках в Лазаревском районе Сочи на пляже разгорелся спор между двумя мужчинами. Один из них разволновался, поняв, что его снимают на камеру и напал на своего оппонента с ножом. Причина конфликта остаётся неизвестной. К счастью, в него вмешались отдыхающие и предотвратили трагедию. В настоящее время правоохранители расследуют инцидент. Девушка на электросамокате стала участницей ДТП. Но не его причиной, как это зачастую бывает, а жертвой. На улице юных ленинцев она проезжала мимо стоящих у обочины дороги припаркованных машин. Когда вдруг хозяин одной из них решил выйти и открыл дверь. В результате удара у девушки слетел кроссовок и она упала на проезжую часть дороги. Судя по видео, она получила травму правой руки. На помощь пострадавшей поспешили прохожие и автомобилисты. На одной из улиц федеральной территории Сириус пьяный водитель устроил ДТП, а после искал повод, чтобы с кем-то подраться. Люди успокоили буйного мужчину и сняли его на камеру мобильного телефона. Теперь ему грозит как минимум лишение прав и ремонт автомобиля. Это не все новости к этому часу. Смотрите во второй части программы. Плюс 702 миллиона рублей. Доходная часть городской казны увеличилась. Куда будут израсходованы эти средства? Дню крещения Руси посвящается. В кафедральном соборе князя Владимира праздник. Чем сегодня живет храм и какова его значимость для прихожан? После небольшой рекламы мы вернемся к новостям. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Семейная стоматология Гермес. Это клиника современных и эффективных решений для здоровья вас и ваших близких. Семейная стоматология Гермес. Курортный проспект 105. Лазаревская, встречай! С 31 июля свои двери открывает икра и рыба Камчатская со свежим уловом. Здесь представлено более 35 видов рыб. Палтус, белорыбеца, нерка, тунец. Коронный продукт среди камчатского улова, конечно же, чавыча. И куда без свежей красной икры. Крупная, зернистая, вкусная, зернышко к зернышку. Мало костей, она такая вот прям, такая вот прям на язычке шатает. Очень вкусная. Рекомендуйте. А я, что? Попробуйте. Я в рекламе увидела и пошла сюда. Ммм. Продукция красивая, очень. Хочется ее скушать прямо. Взяли палтус, очень вкусная рыба морская. И чавычу. Морская рыба вся вкусная, полезная. Рыбка очень вкусная. Я советую всем брать. Она очень мягкая такая вся, нежная. Все от производителя. Мы ждем вас до 5 августа включительно. Вход в ТЦ «Бирюза» по улице Коммунистическая. Гипермаркет низких цен «Маяк». Большой выбор товаров для школы. Держи курс на «Маяк». Адлер Гастелло 42. Клиника Уропро. Восстановим ваше урологическое здоровье. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на «Макс ФМ». В пятницу свой день рождения отметил Виктор Филонов. Председателю городского собрания Сочи исполнилось 65 лет. Его поздравил депутатский корпус, коллектив ГСС и глава города. Мэр назвал юбиляра профессионалом своего дела, знающим проблемы родного города, а главное пути их решения. Виктор Филонов завоевал репутацию профессионального управленца, энергичного человека, всегда настроенного на победу. Юбиляр родился в станице Привольное Каневского района Краснодарского края. В должность председателя городского собрания Сочи он вступил в 2015 году и занимает ее по сей день. Принимаемые городским собранием нормативные документы служат дальнейшему развитию и укреплению курорта. А накануне Виктор Филонов провел очередную сессию городского собрания Сочи. В ее рамках депутатами были рассмотрены 14 вопросов повестки дня. Они поддержали внесение изменений в решение городского собрания Сочи о бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, начинаем работу очередной сессии городского собрания Сочи. Доходная часть городской казны увеличилась на 702 миллиона рублей за счет роста объема трансфертов из бюджета Краснодарского края. Эти средства предусмотрены на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест и детского сада на 300 мест в микрорайоне Северная Бытха, а также ремонт дорожного полотна на ряде улиц. Среди них Цурюпы в центральном районе курорта, Новомонастырская в селе Ермоловка и Энергетиков в Адлере. Также средства будут направлены на обновление дорожной разметки, чтобы подготовить улицы к новому учебному году. Депутаты поддержали передачу муниципального имущества безвозмездное пользование до 31 декабря 2026 года. Помещение передано социально значимым городским организациям, Народному университету «Время жить», Анна, Военно-патриотический центр «Крылья», Краснодарской краевой общественной организации, Спортивная федерация «Тэквондо». Также парламентарии поддержали внесение изменений в правила землепользования и застройки в Сочи. 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, а также по случаю памятной даты Дня Крещения Руси, во всех храмах и монастырях Сочинской епархии прошли торжественные богослужения. Престольный праздник отметили и в соборе равноапостольного князя Владимира в центральном районе города. Божественную литургию по этому случаю там возглавил и епископ Сочинский и Туапсинский Герман. Сегодня этот кафедральный собор можно смело назвать еще одной визитной карточкой курорта. Накануне праздника съемочная группа «Сочи-24» посетила его и узнала редкие факты из его истории. Необычный архитектурный стиль, нарядное убранство и пронзающий звон колоколов. Так сегодня можно описать православный храм на улице Виноградной. Здесь царит атмосфера чистоты и легкости. Каждый сочинец и гость курорта, попадая в это место, ощущает умиротворение и спокойствие на душе. Собор был построен в честь великого князя Владимира Красносолнышка. Традиционно днем рождения храма считается 28 июля, в честь дня крещения Руси. Сегодня ему исполнилось 12 лет. Это особый день для Светланы Кусовой. Это теперь она живет в Сочи и служит в храме. Женщина захотела трудиться здесь и помогать прихожанам. Так и вышло. Сегодня Светлана Григорьевна работает в иконной лавке. Консультирует верующих, помогает решить вопросы с венчанием и крещением детей. Здесь такая атмосфера. Попадаешь на самом деле как к себе в большой огромный дом. Каждый день с удовольствием. Если выпадает у меня какой-то выходной, то прямо даже скучаешь. По вот этим стенам, по всей этой атмосфере. С виду храм напоминает терем из русских сказок. А все из-за ярких цветов, декоры и тонкой резьбы по дереву, над которой трудилось около 30 человек. Храм привлекает взоры не только верующих, но и ценителей рукотворной красоты. Все началось в далеком 2004 году. Молодому району Новый Сочи с санаториями, ресторанами, жилыми комплексами и магазинами не доставало лишь святой обители. Тогда в декабре началось строительство. Этот православный храм, построенный по проекту архитектора Дмитрия Соколова и специалистов архитектурной мастерской Московского Свято-Даниловского монастыря является первым в Европе и России монолитным храмом. Основным строительным материалом послужил бетон. Храм имеет один купол и в плане строения напоминает корабль, носом которого является колокольня. Задачей главного архитектора проекта, который, кстати, является местным жителем, было перенести уникальность фасадной архитектуры в интерьеры храма. Так и произошло. Сам облик собора, конечно, нам напоминает о его небесном покровителе, о святом равнопостном великом князе Владимире, который является, как мы называем, крестителем Моисии, сделал в свое время такой очень важный выбор для всех народов, окружающих его и те времена. Мы с вами во многом являемся наследниками этого достояния. И сам внешний вид вновь и вновь напоминает нам о таком княжеском статусе. Храм был полностью построен в 2011-м. Первая торжественная служба состоялась летом того же года. А 4 июля собор посетил президент России. Тогда это был Дмитрий Медведев. Он подарил храму икону Господа Вседержителя. Позже, в августе, храм посетила и супруга президента, которая передала в храм икону святого Петра и Февронии. В марте 2019 года храму великого князя Владимира присвоили статус кафедрального собора. Его гордость – иконостас. Многоярусная конструкция состоит из сотен элементов, отлитых из сусального золота. В воскресные дни собор принимает около 500 человек, а в праздничные – несколько тысяч. Это храм, вы знаете, он приносит покой, приносит какое-то такое благородство, достоинство. И он говорит о том, что действительно православие, оно сильное в нашей жизни. В настоящий момент собор стал центром духовной жизни. При нем работает православная воскресная школа. Там учатся более 70 детей. Каждую неделю проходят занятия по религиозному образованию и творчеству. Также в церковной школе дети обучаются вокалу и имеют возможность петь в церковном хоре. Златоглавые колокола возвышаются над центром города и являются украшением не только отдельного района, но и всего Сочи. Среди прихожан собора как глубоко верующие, так и простые туристы, которые приезжают сделать памятные снимки. Гулять, смотреть, читать, фотографироваться можно абсолютно везде. Как отмечают гости храма, особенное чувство охватывает внутри собора. Здесь пространство словно напоминает о высшем смысле и, пожалуй, о самом главном, особенно в непростые времена. О вере в светлое будущее. Асаль Тулигенова, Дарья Крыжичковская, Дмитрий Петрий. Время новостей. Три концерта с участием Дениса Мацуева прошли на Большом летнем музыкальном фестивале в Сириусе. В этом году в рамках проекта Крещенда пианист-виртуоз снова собрал вместе известных музыкантов и юных талантливых артистов. Старт проекту Крещенда дал камерный концерт, посвященный творчеству Сергея Рахманинова. Спустя несколько часов на медальной площади Олимпийского парка прошел джазовый вечер. Вместе с Денисом Мацуевым выступили известные московские музыканты – контрабасист Андрей Иванов, гелинчилист Борислав Струлев и ударник Александр Зингер. На протяжении многих лет артисты принимают участие в джазовых программах проекта, демонстрируя высочайшее мастерство импровизации. Особый колорит вечеру придало звучание русского народного щипкового инструмента «Домры» в исполнении Екатерины Мочаловой. Проект Крещенда уже пятый год подряд проходит в Сириусе. В этом году мы отмечаем первый юбилей проекта Крещенда на федеральной территории. За пять лет совместно с нашим большим другом Денисом Мацуевым мы представили музыкантов высочайшего уровня и нового поколения будущих звезд. Это особенно важно для стремительно развивающейся территории Сириус, которая из года в год становится центром притяжения жителей всей страны. Денис Мацуев отметил, в чем очарование проекта Крещенду. Прелесть этих концертов, что это здесь и сейчас, для этой публики, которая пришла сегодня в зал, и этого никогда не повторится. Есть, конечно, у нас какие-то задумки, но что будет в тот момент, когда мы выйдем на сцену, этого никто не знает. Это интрига, это такая, знаете, спонтанная интрига. Я обожаю эти состояния. Финалом проекта Крещенда стал галоконцерт на Медальной площади совместно с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Юровского. Программу концерта открыл победитель 17-го конкурса имени Чайковского пианист Сергей Давыдченко. В концертной программе приняли участие скрипачка Елена Тарасян, виончелист Борислав Струлёв, бас Михаил Петренко. Музыканты представили произведения Чайковского, Сен-Санса и Сарасаты. Завершил Крещенда концерт номер один для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича. Концерт состоялся в рамках музыкального фестиваля «Сириус» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Подробнее о концертах фестиваля на парксириус.ру. Асальту Легенова, Александр Киреев, Время новостей. В Сочи прошла презентация нового ЖК-бизнес-класса «Оливия» от Альпика Групп. Ведущий застройщик устроил поистине обычный вечер для своих партнеров. Гости смогли окунуться в роскошную атмосферу, которая передавала всю концепцию нового комплекса. Уникальной и главной особенностью ЖК-бизнес-класса «Оливия» будет максимальное количество инфраструктуры, собранное на территории одного комплекса. Мы насытили нашу площадку, инфраструктура, которая будет также располагаться в нашем комплексе. У нас открытый летний кинотеатр, открытый бассейн «Инфинити», зоны мини-гольфа, падал-тенниса, скейт-площадки, зоны батутным центром для детей, детские игровые, зона каворкинга в открытом пространстве. Это только часть того, что я перечислила. Именно такую атмосферу компания «Альпика Групп» воссоздала своим гостям на праздничном вечере. Во время презентации ЖК «Оливия» гости смогли сыграть мини-гольф, освоить несколько асан из йоги и даже побывать в кинотеатре под открытым небом. Эти и другие развлечения будут доступны будущим жителям ЖК «Оливия» каждый день. Это такой комплекс, в котором есть все, плюс удачное на самом деле расположение, близко все, прекрасные виды на море, на горы, ну и, конечно, стильная современная архитектура. Название ЖК «Оливия» говорит само за себя. Шагнув на территорию комплекса, вы моментально уходите от городской суеты, погружаясь в спокойную атмосферу настоящего оливкового сада. Также «Альпика Групп» подготовила для своих партнеров и друзей множество премиальных подарков из лимитированных коллекций французских домов «Эрме», «Кортье» и «Тиффани». Провела розыгрыш ноутбуков, телефонов и гаджетов «Эппл» и техники «Борг». Гости были довольны атмосферой и подарками. Очень классная презентация, отлично выдержан концепт, перекликается с прекрасным новым жилым комплексом «Оливия». Все очень красиво, просто в восторге на самом деле. Прекрасно организовано, все со всех точек зрения, красиво, уютно, интересно. Это в полной мере соответствует тому, как и «Альпика Групп» закомендовал себя именно на строительном рынке города Сочи. Это прекрасный долгосрочный партнер, с которым наша компания взаимодействует на ежедневной основе. Расположен ЖК «Оливия» в Адлерском районе, который является лидером по степени озеленения Большого Сочи. Дорога от дома до центра Сочи и аэропорта займет 15 минут, до Олимпийского парка – 19, а до горнолыжного курорта «Красная Поляна» – 45 минут. Подробную информацию вы можете узнать на сайте ЖК «Оливия» и по телефону, указанному на экране. На этом у меня все. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале «Сочи-24 ТВ» и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp, номер на вашем экране. На этом я с вами прощаюсь, а дальше вас ждет выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Береговая охрана Филиппин спасает пассажиров судна, которое перевернулось недалеко от Манилы, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек. Паром перевернулся в четверг, когда пассажиры, встревоженные сильным ветром из-за тайфона Доксури, переместились на один борт судна. Власти говорят, что пока не ясно, сколько людей было на пароме. Но не менее 40 пассажиров спасли. В целом на Филиппинах из-за тайфуна эвакуировалось более 16 тысяч человек. Ветер срывал крыши с домов и обрывал линии электропередачи. Затопило деревни, расположенные в низинах. Бедствие затронуло около 180 тысяч человек. После этого тайфун немного ослаб и обрушился на Тайвань, а за ним на юг Китая. Он по-прежнему представляет большую опасность. Скорость ветра достигает 175 км в час с порывами до 240. Сообщается о множестве поваленных деревьев. Тысячи домов остались без электричества. На Тайване предприятия и школы были закрыты из-за предупреждений об оползнях и наводнениях. Также отменено более 300 внутренних и международных рейсов и остановлено железнодорожное сообщение между Южным и Восточным Тайванем. В Китае в преддверии прибытия Доксури объявили красный уровень опасности. Население предупредили о необходимости готовиться к проливным дождям и сильным порывам ветра. В южной провинции Гуандун вдоль береговой линии привязали все лодки, а также укрепили железнодорожные станции мешками с песком. Также было приостановлено движение поездов, связывающих ряд густонаселенных городов, таких как Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Ханчжоу. Доксури стал вторым по силе тайфуном для южных провинций КНР после смертоносного тайфуна Миранти в 2016 году. По меньшей мере, восемь человек погибли, более десяти пострадали в результате взрыва зернохранилища в Бразилии. «Мы работаем максимально оперативно, при максимально возможной поддержке как со стороны компании, так и со стороны муниципалитета. Нам помогают работники муниципалитета и всех государственных структур». Инцидент произошёл в сельскохозяйственном кооперативе в городе Палатино на юге страны, в штате Парана. «Я услышал взрыв, и мы пошли посмотреть. Потом раздался второй, уже с огнём. И куски пыли и грязи посыпались вокруг. Люди побежали в страхе и отчаянье. Люди кричали и звали на помощь». По словам представителя компании, семеро погибших были иностранными рабочими, в основном гаитянами. И один был бразильцем. Причину взрыва пока не определили. Спасатели продолжают искать одного пропавшего без вести. «Больше всего меня беспокоят люди, которые погибли. И один пропавший без вести. Хотя мы уже точно знаем его судьбу. А ещё 11 пострадавших, которые в больнице». Парана – один из ведущих сельскохозяйственных штатов Бразилии. После государственного переворота столица Нигера погрузилась в хаос. Десятки людей направились громить и грабить штаб-квартиру правящей партии, а также поджигать автомобили, припаркованные рядом. Они выносили из здания стулья и другие предметы, а также выкатывали мотоциклы. Позже полиция разогнала их слезоточивым газом. Между тем, сотни сторонников переворота собрались у здания Национальной ассамблеи в столице, распевая военные песни и размахивая флагами. Некоторые, также скандировали антифранцузские лозунги, выражая недовольство страной, чьей колонией когда-то был Нигер, а также её растущим влиянием в регионе. «Мы всегда верили в армию, несмотря на то, что были созданы все условия, чтобы дестабилизировать её. Сегодня мы верим, что армия, захватив власть, создаст условия, чтобы вернуть свои прошлые ценности». Армейские командиры Нигера заявили о своей поддержке государственного переворота, совершённого накануне солдатами президентской гвардии. Они говорят, что их приоритет – не допустить дестабилизации обстановки в стране. Ранее президентская гвардия обратилась по телевидению к гражданам с заявлением, что она отстраняет президента Мохаммеда Базума от власти, закрывает все внешние границы Нигера, приостанавливает действия Конституции и государственных учреждений, а также вводит комендантский час. Базума избрали на президентское кресло в 2021 году. До этого с 1960 года, когда Нигер обрёл независимость от Франции, в стране произошло 4 государственных переворота. Как предполагается, свергнутого главу государства по-прежнему удерживают в президентском дворце. Кто конкретно взял на себя обязательства по управлению страной, пока неизвестно. В Великобритании стая стрижей – обычное зрелище летом. Они прилетают из Африки на несколько месяцев, так что без подходящего гнезда не обойтись. Британец Дик Ньюэлл уже 20 лет устанавливает специальные домики для стрижей. Такое жилище представляет собой пустотелые кирпичи. Внутри помещается целое стрижиное семейство. Обычно эти птицы селятся в небольших дуплах деревьев, под крышами домов и в трещинах в стенах зданий. Существует два подсемейства стрижей. В их состав входят больше 110 видов. Один из них относит к исчезающим, шесть – к уязвимым, еще пять видов близки к этому статусу. Британцы серьезно относятся к охране этих птиц. Во многих деревнях жители сами подсчитывают, сколько к ним прилетает стрижей. А в парламенте Великобритании недавно обсудили, нужно ли сделать домики-кирпичи обязательными при строительстве зданий. Поводом для дебатов послужила петиция, которую подписали более 110 тысяч человек. «Эти птицы живут в стенах наших зданий и летают у нас перед глазами ежедневно. Видеть стрижей в небе очень приятно. Их узнают даже те, кто не очень разбирается в птицах. Думаю, они приносят много радости людям. Это настоящие городские птицы. К тому же существуют уже 65 миллионов лет. Мы должны о них позаботиться». Стрижи – самые приспособленные к полету птицы. Проводят в воздухе очень много времени. На лету они едят и пьют, а некоторые виды даже спят. Телеканал «Сочи-24» подготовил для очередного киносеанса серьезную юридическую драму. Американская лента «Благодетель». История о борьбе за справедливость, о человеческом упорстве и вере в свои начинания. В главных ролях ведущие артисты Голливуда. «Это юридическая библиотека. Если нужно что-то засунуть в холодильник, пометь свои продукты. Хотя их все равно сожрут. Положи, это ничего, просто рис». Молодому юристу Руги Бейлору кажется, что вот-вот наступит его звездный час, и он станет знаменитым адвокатом со своей собственной фирмой, роскошной виллой, шикарными мужчинами и женщинами. Но это только мечта. И ему приходится заниматься черной неблагодарной работой на других. Все меняется в один миг, когда он наталкивается на многомиллионную аферу в страховом бизнесе, разоблачив которую он может осуществить все свои заветные мечты. Если, конечно, сможет остаться живым. Кинолента «Благодетель». Показ в эту субботу, 29 июля, на телеканале «Сочи-24». Начало в 21.00. Приятного просмотра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!